Друзья, здорово, с вами дядя Серёжа. Как вы поняли, это ролик про квартиру. Многие пишут, как у дяди Серёжи дела обстоят на квартире, хоть я сейчас нахожусь и не на ней. Но там поменялось у нас ребята, кто делает ремонт. И, в принципе, там у нас недоделан был дизайн. И я нашёл студию, которая занимается и тем, и другим. То есть они делают дизайн и, в принципе, его реализуют. Там два основных у нас парня. Это Герман, который занимается дизайном. О дизайне будет ролик попозже, потому что у нас ещё есть там несколько комнат, про которые и ванная у нас тоже, непонятно, что там будет. Так что это всё будет попозже. Может быть, когда я туда уже вернусь, в наш прекрасный городок, Санкт-Петербург. Либо сделаю это удалённо, потому что собираюсь сделать, может быть, ролик. Какой-нибудь месяц, может быть, два. Посмотрим, как будет по финансам. И снять несколько роликов о окнах, радиаторах, воде, полах, стенах. Ну, отдельные такие ролики, много разных нюансов там будет. Вот. И также о дизайне ещё тоже ролик нужно будет снять. А сейчас мы телепортируемся в Санкт-Петербург и посмотрим, как у нас там поживает наша квартира. И посмотрим, какие там у нас, над чем нужно работать ещё. Какие там проблемы у нас оказывались сейчас, которые нужно будет решить. И, конечно же, ребята у нас не блогеры. И опыта общения на камеру большого нет. В этом выпуске у нас Виталий расскажет, что, как, почему, некоторые всякие разные нюансы, проблемы, с которыми мы столкнулись. Так что помчали. Так, ну и вот, собственно, у нас Виталик, а вот Герман. Привет. Да, и сейчас мы сегодня пообщаемся. Ребята расскажутся про минусы, которыми мы тут столкнулись, небольшие. И начнем, наверное, с воды. Основные проблемы это то, что у нас есть старые трубы канализации, которые уже требуют замены. Как минимум там есть отверстие в трубе. Ну и помимо этого у нас на остальных этажах заменены кондиционные трубы, кроме нижнего этажа. То есть, в принципе, логично всё поменять. Есть огромный плюс, что есть доступ к соседу сверху. То есть, как бы он адекватный, нормальный человек. Мы уже с ним разговаривали. И он готов пойти на любые наши замены. Какой, получается, вот если минус вот так вот делает кто-то, когда вот в старом фонде стоит чугунная труба, вот как здесь, да, и её поменять на просто на пластиковую? Ну, по идее, как бы нельзя менять частями. То есть, не должно быть такого, что на одном этаже заменен на пластик, на другом на чугун. Потому что чугун, во-первых, он намного тяжелее, как бы, и он просто может тупо давить, как бы, на пластиковую трубу, которая идёт, например, ниже. Но вот если она плохо закреплена, её просто может, ну, вырвать, можно так сказать. Но есть нюансы, конечно, что уже полы здесь залиты. И, в принципе, может быть частично, как бы, эта чугунная труба, она, как бы, держится. Но по-хорошему, так как делается ремонт, как бы, чтобы это можно было всё зашить и потом не беспокоиться, лучше это всё поменять. Виталь, а скажи, что, вот, почему у нас вот такая какая-то непонятная история? Здесь была батарея или слабая? Здесь, получается, раньше тоже был санузел, в котором, видимо, была, наверное, батарея. Но вот, и из-за этого, как бы, вот сейчас труба, получается, посередине помещения. Но мы её будем утапливать, здесь будем штробить и уже тянуть санузел туда. А она не помешает, если мы её обрубим тут внизу? Нет, ну мы её не будем обрубать, мы её будем просто, как бы, переносить, чтобы она не была в середине помещения. Также вот у нас есть труба, которая идёт там в батарею. А если её заглушить просто? Нет, заглушить её, конечно, нельзя, потому что тогда его соседи не будут. Секла? Да. Думаешь, холодно у них там будет? Я думаю. Не то, что будет холодно. Эта труба, вообще, как бы, скорее всего, наверное, да, в любом случае, это им связано. Здесь же нет горячей воды, здесь есть только холодная. И это чисто батарея, но, то есть, как бы, она у нас уходит дальше туда, по стояку. Чем вот эти вент-каналы, получается, да, мы прочистили, вызвали этих? Да, получается, приходили трубочисты, но они проверили все вент-каналы, которые есть в квартире, выявили, что все рабочие, но... И сколько их? Их, если я не путаю, где-то около 7 штук, то есть, как бы, ну, вот есть основной, там, это... Ну, они, в принципе, все вентиляционные, но, то есть, для вытяжки, ну, и можно, там, один у них, он по плану указан, он для газа, но, в принципе, которые все именно открыты, они как раз и есть, наши, ну, которые мы можем воспользоваться. Все остальное это надо будет заделывать, это просто уже соседние каналы. Это нюансы старого фонда, да, что у них печка здесь стояла? Ну, да, в любом случае, как бы, здесь практически в каждом помещении были, ну, типа, печи, камины, но и раньше отапливались так, то есть, не было горячей воды, люди грели, как бы, и воду, и, в принципе, помещение само могли греть, но сейчас, в принципе, можно, как бы, ими тоже воспользоваться, но их, ну, не знаю, по проекту у нас нет такого, что мы будем где-то камин ставить, но, то есть, мы, как бы, именно их либо использовать как вент-канал, либо, как, ну, камин ставить, да. Ну, камин, это, с пожарниками, говорят, сложно, если согласовывать. Да, конечно, да, это раньше, как бы, можно было, потому что раньше время, ну, когда дом строился, как бы, никто об этом не думал, и не было другого обогрева, сейчас сложность, в первую очередь, да, с пожарниками, то есть, они не факт, что согласуют вот это все. Ну, да, говорят, что это нереально. Так, и в итоге, сколько у нас каналов останется, вот таких? У нас останется в каждое помещение по вент-каналу, то есть, как бы, на кухню идет один вент-канал, один идет на санузел, на коридор оставим, и, если будет по проекту, там, может быть, там, гардеробная или еще что-то, то есть, как бы, в принципе, у нас коридор еще есть канал, о котором можем использовать, но еще в тот санузел тоже есть канал. По водоснабжению, в принципе, понятно, а вот по электрике, вот такой счетчик вам как-то подустарел, да, машина? Ну, в любом случае, конечно, мы его будем менять, уже ставить нормальный, который будет показывать день-ночь, то есть, как бы, можно будет и следить удобнее, там, электронный будет, как бы, и дешевле будет оплата, то есть, как бы, можно сэкономить деньги, там, например, ночью, там, использовать, ну, по-другому тарифу. Мы его утопим, ну, вот он будет, как бы, скрыт, и уже будет, ну... А его же не обязательно, наверное, даже здесь, да, оставлять? Или нужно именно здесь? Не принципиально, в каком месте он будет стоять, как бы, самое главное, как бы, его высота. Есть определенные требования, на которые мы будем придерживаться и ставить его согласно правилам. Вопрос в том, что, как бы, это все старое, и это, в любом случае, надо менять. Ну, как бы, здесь электрика 100% все будет меняться, но уже все обрезано, здесь времянки кинули, но... И будем вводить новый провод, как бы, от коридора, где стоит тоже там автомат, и будет правильно раскидано количество автоматов по помещению, чтобы отдельно было на свет, отдельно на розетке. Ну, в принципе, щит будет достаточно большой, потому что квартира большая, комнат много, но... То есть, как минимум, наверное, 36 модерей будет. Так, ну что, вода, электрика из будущих планов понятна. Следующий этап, ну, они, может, совместно все пойдут, это окна еще у нас есть. Да. Четыре окна, получается, мы про них тоже снимем отдельный ролик какой-то. Какие, не знаю, нюансы здесь вот? Ну, основное, конечно, что нам надо их менять, потому что это старые окна, но основное... Ну, сложности, как таковых, нету в окнах, но... То есть, надо просто будет до конца демонтировать откоса, которая, как бы, накидана с штукатуркой, которая... Ну, она висит просто, да, как бы, понятно, что ее надо забивать. Вот, у нас будут уже пластиковые окна нормальные, хорошие, но... И сейчас их все поменяем, посмотрим, как это будет выглядеть потом. Ну, вот, мы, получается, меняем частично. Вот этого окна не будет, там, вот это, вот это, вот это четыре, а те пока останутся тут, потому что ремонт будем делать. Ну, да, мы будем делать, получается, ремонт частями. То есть, основное помещение, это будет у нас вот эта зона. То есть, как бы, кухня-гостиная, получается, санузел, вот, и часть, небольшая часть коридора. Но вот все остальное потом уже будем дальше делать в процессе. Вот здесь какой-то нюанс, да, есть? Ну, да, когда, видимо, демонтировали, либо это уже было до демонтажа штукатурки, либо во время. Ну, то есть, есть еще в нашем же вент-канале пробито отверстие к соседям. Но, то есть, нам его надо закрыть, чтобы не тянуло ни как от нас, но к ним, так же и не их запахи к нам не тянуло. Ну, то есть, мы в любом случае это будем, как бы, замазывать, закрывать, чтобы отверстие их было отдельным каналом. Потому что здесь вообще, в принципе, здесь очень много каналов. Здесь, там, не знаю, ну, вот эта вся стена, она практически вся вент-каналов. И потом идут на крыши, когда, вот, смотришь на питерскую архитектуру, такие, в ряд. Да, 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 потому что, по идее, ну, вентиляция у каждого своя. То есть, как бы, они не объединены с соседями, у каждого свой вент-канал, у каждого этажа. Так, друзья, ну, основная, конечно, задача сейчас это сделать трубы. Кстати, говорили, что мало света будет в этом помещении, но по факту здесь просто три окна были зашиты. И когда они разошьются, поставятся стеклопакеты, будет четыре окна по два на, сколько, два с чем-то метра на полтора, то света будет, мне кажется, очень, очень много. Вот, но основная проблема, которую сейчас нужно решить, это вот эти стыки. Хочется поменять все эти стыки, чтобы они были не чугунные, а чтобы они были пластиковые. И при этом приходилось несколько дней ходить по квартирам, смотреть, как у них там все сделано. И вот, получается, начиная с третьего этажа стоят пластиковые трубы, и, в принципе, там уже проблем нет. Но хочется, чтобы все пошли на плюс на этот, чтобы сразу поменять, чтобы сразу не было потом будущим проблем. Потому что она чугунная, это, конечно, старый век, она забивается потихонечку, и потом у кого-нибудь плюс они гниют. Будет плохо уходить вода там, всякие какашки и так далее, и так далее. Это основная проблема. Потому что есть вот этот стояк, который везде работает в квартирах, а вот этот стояк, здоровый, стопая труба чугунная, он у нас не используется. Посмотрите, у меня даже тут дыра. Здесь какая, на самом деле, логика, как мне Виталик объясняет. Когда у тебя вот сделан этот стояк, если он рабочий, если его используют и сверху начинают его использовать, то какашки через эту дырку будут литься у меня. И это не будет проблемой верхнего этажа, то, что они меня заливают, а то, что у меня не сделана вот эта труба. И, по идее, я могу ее сделать себе, начать лить через нее воду. И если у кого-то такая же проблема и начнут выливаться что-то, какие-то массы, вода, то это уже им нужно было решить. Вот. Но такой ситуации, конечно же, не хочется. Хочется, чтобы было все грамотно, чтобы у всех все было хорошо. Ну и, друзья, как вы поняли, Сережа находится на Бали. Красота, тепло, жара, бассейны, фрукты, улыбчивые, приятные везде люди, туристы. Короче, это прекрасное место, отсюда я буду и везти. Вот, друзья, этим выпуском я продолжаю серию роликов про ремонт квартиры. Если кому-то интересна, ссылочка на ребят в описании. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, либо какие-то конкретные темы вам хочется, чтобы дядя Сережа снял, пишите в комментариях, и мы снимем, расскажем. Потому что, что у Германа в плане дизайна, что у Виталия огромный опыт ремонта, разные нюансы. Потому что, когда мы с ним общались, многие ролики, конечно, как, в принципе, и фитнес. Какая-то старая, олдскульная фигня. Не нужно, и нужно делать чуть-чуть там по-другому, есть разные нюансы. Так что, все, жду ваших комментариев, я на некоторые отвечу. Ну, может быть, и ребята тоже ответят под своим аккаунтом. Все, всем пока, дядя Сережа, привет вам из Бали. Прикольная футболка, да? Это мне, ребята, с Ростова подогнали. Не с Ростова, с Таганрога. Тупица, дядя Сережа. Смотрите, какая красота у нас. Кто это у нас такой красивый тут? О-о-о! Маленькая птица. У тебя что-то здесь отпечаталось. Это что такое у тебя здесь? Ты загораешь, да? Красота какая, да? Я, правда, ничего не знаю. Что-то у меня есть. Птица, ты в 12 часов загораешь, да, у меня? А я по 10 минуту загораю. Ну, мусорей, аккуратно будьте меня. Не сгори. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok